Если священник формально отвечает на волнующие тебя вопросы, надо ли идти к другому? Если бы я отвечал на этот вопрос перед сидящими передо мной священнослужителями, действующими или будущими молодыми семинаристами, то я должен был бы сказать им, друзья мои, отцы, братья, послушайте, что говорит апостол Павел. «Пастырь и ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, посите Божие стадо, которое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы». То есть, когда мы говорим о священнике, а напомню, вопрос задан не об этом, я просто начал с этого, то, безусловно, каждый священник должен стараться отвечать на вопросы, которые ему задаются, на те запросы, которые обращают к нему люди, неформально, с любовью, с заботой, в меру разумения, которое каждому из нас, священнослужителей, дает Господь. Что же касается теперь взгляда с другой стороны, того самого человека, который задает этот вопрос. Человек пришел к священнику и вместо сердечного участия получает формальный, тут как интересно сказано, формальный ответ, формально отвечает на волнующие тебя вопросы. То есть здесь надо для самого себя понять, а что вы, собственно, ищете, придя к священнику? Если вы ищете ответы на вопросы, то вам, в общем, вполне достаточно формального ответа на вопрос. У вас был вопрос, значит, спрашивали, отвечаем, как вот в справочном бюро. Вы пришли в справочное бюро и вам формально ответили, будете ли вы недовольны. Я думаю, нет, вы получили исчерпывающий ответ на заданный вами вопрос. Скорее всего, автор вопроса имеет в виду, что он пришел не за просто неким ответом, он пришел за участием, он пришел за любовью, он пришел за заботой, он пришел за тем, чтобы священник разделил как бы с ним его проблему, пришел за тем самым, о чем я только что читал в послании апостола Павла. Это первое, что необходимо для себя осознать. Если вы приходите за этим, то вы формулируете это таким образом, что вы не вопрос пришли задать, а вы для себя, по крайней мере, сами сформулируете. Вы пришли за сердечным участием. И здесь возможны разные варианты. Может быть, священник и не в состоянии дать вам это самое сердечное участие. Может быть, он, знаете, очень часто люди приходят, уж простите меня, Бога ради, я прямо как священник, к которому и такие люди приходят, тоже готов это сказать. Очень часто хочется ответить словами старика Паниковского. «Поезжайте в Одессу, купите себе селедку и ей морочите голову». Значит, когда человек приходит просто поболтать, а считает, что он пришел за, что у него есть какие-то вопросы. Очень часто священник, особенно опытный священник, может быть уверенным, что у него все равно не получится помочь данному человеку. Может быть, он уже пробовал один, раз, два, три. Не происходит результата, не оказывается реальной помощи. Либо человек не хочет ее воспринять, либо он не понимает, что говорит священник. Либо просто это действительно сам священник оказывается некомпетентен и не в состоянии ответить на тот запрос, который обращает к нему человек. В такой ситуации священник, часто вполне формально отвечая на вопрос человека, вовсе не стремится углубить, усугубить общение как по форме, так и по содержанию с этим человеком. Поэтому надо для себя еще раз говорю, четко понять, если священник дает вам ответы на вопросы, это хорошо. Если он выслушивает вас на исповеди, отпускает вам грехи, это замечательно. Если он пытается помочь вам разобраться в той или иной вашей сложной ситуации, это чудесно. А если он еще и сердечно готов откликнуться на ваши нужды, на ваши переживания, на ваши запросы, то это может быть замечательно, а может и не замечательно. Потому что часто мы душевным общением, и я тоже с этим неоднократно сталкивался, душевным общением подменяем настоящее духовное общение, которое, собственно, и должно быть между прихожанином и священнослужителем. Если вы одинокий, у вас нет друзей, если вам нужно поговорить, не обязательно этим человеком должен быть священник. У него слишком много забот, слишком много обязанностей и слишком мало сил, в том числе эмоциональных, которые он не всегда готов подарить вам, потому что их просто не хватает. Попытайтесь не обвинять священника в том, что он что-то вам не дал. Попытайтесь с благодарностью принять то, что вы получили, пускай это будет формальный ответ. И самое удивительное, уверяю вас, что если вы действительно примете этот ответ формальный, с благодарностью священник почувствует вашу благодарность, почувствует, что вы ушли от него с благодарностью в сердце. В следующий раз и в следующей беседе он готов будет гораздо больше эмоционально, сердечно вложиться в общение с вами, потому что почувствует, что это общение пошло и вам, и на самом деле и ему на пользу.